Боже мой Господь, сегодня Он собрал нас вокруг сестра Сины, хотя Ее здесь нет. Я говорю, почему? Потому что она в сердцах наших, в наших сердцах, в уме нашем звучит Ее голос. Мы видим Ее радостное лицо, хотя мы понимаем, что Ее уже здесь нет. Я никогда не проповедовал на похоронных служениях, я всегда отказывался, но из уважения к сестре Сине я не смог отказаться. Может, я что-то скажу не так, то извиняюсь. Начну из-за река, хотя не собираюсь говорить Бог. В реке 3 глава 16 стих. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познание добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Третья глава, первый стих, второй образец. «И сказал змей жене, подлинно ли?» «Сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева моего». «И сказала жена змей, плоды с дерева мы можем есть, только у плодов дерева, которые посреди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». «И сказал змей жене, нет, не умрете». «Бог дал заповедь о людей, поверили, что он показал Бога, что он обманщик, что Бог неправду сказал, не умрете. «Я не поверили». И за это Бог сказал ему, в поте лица, а там, в поте лица, это 19 стих, «Будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо в прах ты и в прах возвратишься». И нас не удивляет, на протяжении веков, тысячелетий, люди умирают, и это подтверждение, что Бог правду сказал. «И что дьявол, он сперва, он отец лжи, обманщик». Но нас удивляет то, что люди до сих пор ему верят. Он так умеет завернуть эту неправду в такую блестящую упаковку и предоставляет, и люди охотно берут это. Вот это нас удивляет. Уже можно было бы научиться за 100 лет, что он обманщик. Теперь, Псалом 48. Добавь передо мной прочитал души, я собирался прочитать, и... Дорога цена искупления души, и в 9 стих, Игорь, будет того в Олег, чтобы остался кто жить на земле и не увидел могилы. И это подтверждение того, что Бог сказал правду. И мы это видим и всякий раз на этом служении. Мы убеждаемся, что Господь сказал правду. И опять же удивляет то, что каждый видит один из стихов, что и мудрее убирают, равно как и невежды, и бессмысленно погибают, и оставляют имущество свое другим. И в мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли называют своими именами. Вот это нас удивляет, что мы живем так, как будто мы никогда не умрем. Почему? Потому что я сколько раз я был на похоронах, всегда кто-то умирал. И так и думается, что всегда кто-то умрет, это не я. Но придет время, когда и я буду здесь. И каждый из нас будет здесь. Каждому из нас надвижить, как мы поем песню, «Кто верил, уповал, любил и верным был во всем, того Христос через Патт Моил ведет свой вечный дух». Каждому из нас предстоит перейти эту реку. Но кто нас ожидает там? Есть у нас уверенность, что нас там, на том берегу, нас примут в свои объятия? Вот сестра Зина, она получила это свидетельство. Вот было видение, что на том берегу стоит Иисус. Она боится, она подошла к реке другу воды и боится перейти. Мы все боимся этого, потому что мы не знаем, у нас мало веры и надежды, что это Бог определил. И это, как Павел сказал, это не есть конец, а это приобретение. Это мы оставляем одно, а приобретаем другое. И вот сестра Зина получила это свидетельство, что не бойся, приходи, я тебя встречу. А кто нас встретит? Сегодня служение не нужно для сестра Зина, оно нужно нам, тем, кто остался живым. Внукам, дочерям, детям, всем, кто здесь присутствует, чтобы мы могли бы так жизнь прожить свою, чтобы получить это свидетельство, чтобы быть уверены, что на том берегу стоит Иисус, и Он встретит нас в свои объятия. Это то, что я хотел сказать. Еще я прочитаю тогда Исаии 49. Десятый стих. «Не буду терпеть голода и жажды, и не проразит ее сной и солнце, ибо мирующий мир будет без книг и приведет их к источникам Бога». И сестра Зина уже пришла к этому, что Господь встретил ее. И дай Бог каждому, чтобы нам иметь это свидетельство, чтобы и нам так быть. И на одних похоренах я слышал, брат говорил, что подъехали к железнодорожному переезду, и шлопалом закрылся, и болезнь. И тень от вагонов по машине, и даже ветер, и так вроде как страшно. Она говорит, что это тень. И сравнивает смерть с этой тенью. Что это не смерть, это просто как тень от этого выезда. Так-то он и так. Но и тень эта прошла, и мы никогда больше не услышим стихотворений, с инклюзиней. Никогда не услышим ее песни. Только то, что останется в сердцах наших. И прочитаю всем известное, чтобы закончить. Я прочитаю всем известное место. Это второе эфисо лометийство. Первое эфисо лометийство. Четвертая глава, 12 стих. Не хочу же оставить вас братьям неведение об умерших, дабы вы не скорпели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ними. И слава нашему Господу, что Он дал нам эту надежду. Только чтобы нам помнить и вести себя так, чтобы у нас была совершенная надежда, что там, после этой жизни, мы встретимся все у ног нашего Господа Иисуса Христа. И я, перед молитвом, уже прочитаю 22 глава, с первого стиха. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Божия и Адса. Среди улицы его бытует другую сторону реки, дерево жизни, двенадцать раз приносящие воды, стоящие на карте месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народу. И ничего уже не будет проклятого, но крестол Божия Отца будет в нем, и родные его будут служить ему, и узнать лицо его, и имя его будет, на чемах их. Да будет имя благословенно Господне, чтобы он дал нам благословить нас, и даст нам удостоиться, чтобы там встретиться Бог Христа. Аминь. Помолимся. Господи.